Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Александр и я хочу продолжить обзоры на компактной колясочке от компании Espyra и сегодня мы с вами рассмотрим ее такую вседорожную версию Espyra Fuel Espyra это польская компания, вдруг кто не помнит на всякий случай напоминаю это прогулочная коляска практически с автоматическим складыванием это я вам чуть позже покажу, которая подходит в принципе для любых поверхностей ну адекватных скажем так, если снега навалит, конечно вы там на ней особо не проедете но она с повышенной проходимостью, учитывая что она компактная для путешествий держите это в голове, потому что это важно и по плохим дорогам, где-то в отпуске она едет реально прикольно так давайте вначале технические характеристики вам назову год дает производитель гарантию вес у нее абсолютно адекватный, учитывая такие внедорожные способности 8 килограмм она весит наклон сидения здесь 150-170, 110-170, пардон даже ошибся немножко, 115, если быть точным вот, и колясочка предназначена для перевозки детей с 6 месяцев до 4-5 лет потому что выдерживает она 22 килограмма ребенка и ширина, кстати, вот этой всей конструкции колесной базы здесь всего 51 сантиметр, поэтому вы везде спокойно проедете давайте сверху вниз начнем ее изучать посмотрим, что она из себя представляет ручка выполнена из качественной, замечу, эко-кожи достаточно приятный хват ручка, как по мне, чуть-чуть тонковатая я люблю потолще, но это мое личное мнение тут смотрите сами но уверенный, достаточно приятный хват и она достаточно мягенькая что касается козырька в козырьке есть у нас смотровое окошечко с москиточкой чтобы вы могли за ребенком наблюдать с этим все окей и сейчас вы видите козырек уже полностью в раздвинутом состоянии здесь вот эта третья секция она может, собственно, прятаться под замочек но я ее сразу открыл потому что, чтобы вы увидели ее максимальный размер козырька вот что касается материалов сразу хочу заметить нормальные, приятные тактильно ткани и из опыта уже много лет продаем такие коляски с такими материалами это живучая ткань, как показывает практика и легко поддается чистке после стирки она не портится в общем, ткань выбрана максимально практичная в модели из того, что мне нравится я люблю, когда в колясочке спинка очень высокая и жесткое основание ни гамак, ничего и высокое потому что дети разные если высокий ребенок полностью покроет всю спинку и высоко находится от спинки подголовник то есть голову цеплять ребенку не будет и козырек здесь регулируется без кнопок просто таким образом куда нужно, туда и направляем так, по безопасности классическая система пятиточные ремни мягкие накладочки и на паховой, и на плечевой зоне бампер у нас здесь соответственно как калиточка откидывается причем широко откидывается вы спокойно посадите ребеночка с этим проблем вы не ощутите и подножечка с эко-кожей снизу чтобы было практичнее потому что там всегда грязно чтобы легче было протереть ну и соответственно ступенечка для ребенка с таким декоративным хранированным элементом прикольно смотрится так, что касается спиночки здесь она у нас регулируется с помощью рычажочка здесь нет тросиков и на спинке есть вот такой кармашек маленький под замочком и можно вот эту стеночку поднять вот так завернуть тут зафиксировать и соответственно будет летом проветривание у ребеночка очень прикольная тема в отпуске сами неоднократно пользовались такой опцией поэтому прикольно так, и регулируется обратно просто нажатием поднимаем до щелчка ну и соответственно в обратном положении ну в обратную сторону выгибаем с помощью ручки колеса у нас здесь просто резиновые и сразу хочу заметить друзья, резинам они реально мягенькие и легкие вот это здорово тормоз самый толковый оба раза сверху нажимаем блокируем и разблокируем и чтобы я еще подметил очень прикольный багажник он высоко над землей склееренс так называемый хороший здесь вшитый пластик пластинки такие чтобы он меньше прогибался и удобный доступ в багажник в общем багажник у меня претензий ноль сейчас давайте с вами посмотрим как колясочка у нас складывается потому что это скажем так их сильная сторона для того чтобы сложить на ручки есть у нас рычажочек и кнопка одновременно нажимаем вот и собственно вся магия вот так это происходит смотрите производитель не рекомендует носить вот так колясочку за бампер ну разок взять конечно ничего страшного но если в постоянной основе рекомендуется носить ее собственно за саму раму вот и вот так у нас получается достаточно компактный вид если что как вы видели можно снять с нее бампер и она получается реально компактный такой компактный внедорожничек получился сейчас секундочку так и соответственно чтобы разложить делаем обратную процедуру все не нужно бояться жесткого щелчка некоторые думают что что-то с ней не то это ее рабочее состояние щелчок громкий должен быть и это не проблема чтобы вы понимали так собственно по большому счету всю информацию которую хотел донести друзья я вам донес мне добавить больше нечего лишь коротенькое мое мнение вот сейчас у эспира появились реально вот эти прикольные прогулочные колясочки для путешествий и по очень-очень вменяемой цене учитывая нынешние реалии скажем так и колясок если мы посмотрим на коляски прямых конкурентов по функционалу да и качеству наверное я бы тоже так сказал то наверное те будут как минимум в полтора-два раза дороже поэтому цена-качество здесь просто наикрутейшее и я очень рекомендую обратить на них внимание при выборе коляски ссылка внизу естественно будет на ферстбаге само собой вы кстати можете заказать две коляски привезут две вы выберете одну курьеру везет одну оставите себе ну и собственно все поставьте пожалуйста свой царский лайк если есть вопросы пишите в комментариях я на них отвечу а вам хочу пожелать сделать хороший грамотный выбор коляски для вашего ребенка и удачной дороги и удачной дороги